МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые евроконтейнеры. Предпринимательский час прошел в формате онлайн. Жители отдаленных деревень покупают продукты в автолавках. Бураевцы отмечают День национального костюма. Чем занимаются бураевцы на самоизоляции? Начнем выпуск коротких новостей. В Бураево установили новые контейнеры для мусора. Пластиковые емкости вмещают 1 кубометр отходов. Они появились практически на каждом перекрестке районного центра и улицах. Например, на улице Вострецово к имеющимся одному добавили 6 контейнеров. Всего установили больше 180 емкостей. Также евроконтейнеры теперь есть и в Дюсметово, Шабаево и Бигзяне. Региональный оператор старается, чтобы в ваших дворах при домовых территориях была всегда чистота и порядок. У нас работают такие же люди. Это водители, помощники. Их ждут дома. Их жены, дети и родители. Они находятся на передовой по уборке отходов. Поэтому у нас огромная просьба осуществлять платежи всеми возможными способами. Для поддержания чистоты в Бураево организован сбор крупногабаритных отходов. Каждую среду с 2 до 5 часов дня и каждую субботу с 8.30 до полудня можно вынести старую мебель, сантехнику и строительный мусор. Техника будет проезжать по всем улицам районного центра вплоть до майских праздников. Прибраться на приусадебных участках призывает администрация Бураевского района. Давайте не только в сети интернет едко обсуждать проблемы села, говорится на официальном сайте муниципалитета. Но и сами наведем чистоту в родном районе. На призыв откликнулись работники культуры. Сотрудники клубов деревень Челкакова, Кузбаева, Кашкалева, Каинлыкова, Новоильдякова и других населенных пунктов показали пример относильчанам. Они собрали мусор, прошлогоднюю листву и разбросали снег у клубов. Состоялся очередной предпринимательский час под руководством Рустамы Схакова. Заседание провели в онлайн-режиме по скайпу с двумя жителями района. Первый планирует заняться переработкой молока в деревне Азяково. Второй – открыть убойный цех в деревне Мамады. Обоим предложили вступить в госпрограмму «Агростартап». Она позволит получить деньги на развитие хозяйства на безвозмездной основе. Со стороны администрации района будет оказана всесторонняя помощь. Не во всех деревнях есть магазины. В период самоизоляции предприниматели организовали выездную торговлю по десяти направлениям. Они привозят продукты первой необходимости в деревне Байсаково, Каразириково, Кутлеярово, Орняшево, Ордашево, Тастуба, Башады, Сарсас. Продукты доставляет Айгуль Феофанова. В деревнях живут в основном пожилые люди, которым тяжело добираться до центра за продуктами. Тем более сейчас самоизоляция и люди сидят дома. В основном люди покупают продукты повседневного спроса. Хлеб, молоко, молочные продукты, колбасы, крупы. Также мы привозим овощи и фрукты. Мы работаем во благо народа. Работа нам очень нравится. Нравится помогать нашим землякам. Хотелось бы пожелать всем здоровья, бодрого настроения и удачи. Также благодаря предпринимателям Айгули Дмитрию Феофановым и содействию администрации района в деревне Ваны-Шалпаутово в феврале этого года открылся новый продуктовый магазин. Они приходили на предпринимательский час с вопросом выделения и оформления земельного участка. В кратчайшие сроки оформили землю и получили разрешение на строительство. Не дайте мошенникам обмануть вас и ваших близких. С таким призывом к жителям обращается отдел полиции по Бураевскому району. Если к вам поступают звонки, в том числе с подозрительных номеров, и человек представляется работником какого-либо банка, при этом запрашивает персональные данные банковских карт, перезвоните на горячую линию банка для уточнения информации. Также полицейские просят не отвечать на входящие телефонные звонки с неизвестных номеров с кодами 495 и 499. Сохраним свои дома, природу и животных. В Бураевском районе, как и по всей республике, стартовала сезонная профилактическая операция «Лето». До 1 мая на территории региона нельзя сжигать сухую траву и мусор. Нарушители ждут административные штрафы. Для граждан – 1500 рублей, для должностных лиц – до 20000 рублей. Главное управление МЧС России при республике Башкортостан призывает жителей быть более благоразумными и не допускать сжигания травы и мусора в нарушении требований пожарной безопасности. На сегодняшний день в республике Башкортостан уже зафиксировано 47 случаев горения травы. Первый случай, как и в том году, был зафиксирован 28 марта. С 1 апреля по 1 мая этого года на территории республики Башкортостан объявлена сезонная профилактическая операция «Лето». Напоминаем об ответственности за право нарушения. Мы надеемся, что со стороны карты гражданина будут приняты меры, чтобы обзапасть себя и своих близких от возможной беды. Бураевцы присоединились к флешмобу, посвященному Дню национального костюма. Участники акции размещают свои фото в народных нарядах с хэштегами «Нацкостюм РБ» «Я люблю нацкостюм» в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Работы позже попадут в официальные аккаунты Дома Дружба Народов. А 18 апреля на YouTube-канале Республиканского Дома Народного Творчества опубликуют видеоролик с фотографиями участников. Напомним, День национального костюма был учрежден в прошлом году и будет отмечаться дважды в год в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. А теперь переходим к основным новостям. Самоизоляция продолжается, а бураевцы проводят домашнее время с пользой. Школьники не только учатся на удаленке, но и занимаются в кружках и секциях. А работники культуры делятся мастерством владения музыкальными инструментами. Подробнее в материале, который мы подготовили с помощью активных жителей. Это видео на днях выложила Нелли Нафикова. Для библиотекарей села Большебодракова игра на кубызе хобби. Играла просто для поднятия настроения, для души. Друзьям понравилась, как звучит мелодия. Мне очень нравится, когда играют на курае, на кубызе. Я влюблена ашкирскую музыку, музыкальные инструменты. Я горжусь, что живу в Ашкадыстане. Нелли Наиловна купила кубы с прошлым летом и начала учиться играть. Недавно она приняла участие в семинаре практиками виртуоза-кубызиста Менигафура Зайнидинова. Главное на самоизоляции не паниковать, заниматься любимым делом, быть дома, говорит героиня. В любой ситуации надо держаться, быть на позитиве. Здоровье дороже всего. И никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам. Перечите себя и своих близких. О любви к родине рассказывает и автор следующего видео. Радик Мусин решил провести экскурсию по Бураево. Здесь роддом. Здесь я родился. Здесь меня мать родила, здесь мой дом родной. Решил экскурсию вам сделать. Показать родину мою. Вот мостик через бурную реку. Вот тропинка. Вот лесок. Вот березка одинокая. Эх, березка, березка. На что ты променяла меня, цыганка шальная? Вот веточка, например. Детвора нам усырила. Для них закон не писан, надо убрать. В первой школе учился. И во второй учился. И в третьей школе тоже учился. В музыкальной школе учился. В мечети тоже учился. А здесь в кинотеатре я в первый раз плакал, когда Леонардо Ди Капри уходил на дно. Раньше мы купались вот здесь. Но теперь здесь лес густой. Никогда не гладьте елку против шерсти. А вообще я люблю здесь гулять и мечтать. Тем временем юные жители не теряют времени зря. Воспитанники танцевального коллектива «Жасмин» готовятся к очередному концерту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раньше занятия шли с шести до семи вечера. Сейчас в онлайн формате полчаса. Дети успевают сделать разминку, гимнастику, повторить разученные танцы. Стоит отметить, что в этом году коллективу «Жасмин» исполняется 20 лет. Если вы хотите рассказать, как проводить время на самоизоляции, присылайте свое видео на почту utv-nov-sobacamail.ru или в мессенджерах на телефон 8 937 323 3677. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь дома и смотрите новости Бураева каждый день в 7 часов вечера и 7 часов утра на телеканале ЮТВ. До свидания.